Как динозавры победили в эволюционной гонке триасового периода и как с этим связано их умение ходить в туалет по маленькому? Ну что ж, попробуем разобраться в этом видео. До сих пор нет единого мнения, как даже датировать первого динозавра. По общепринятому на данный момент мнению, динозавры появились в районе Аргентины, в среднем около 235 миллионов лет назад. И были настолько примитивны по сравнению со своими меловыми потомками, что не каждого из них можно было бы официально записать в эту группу. Стоит, однако же, заметить, что общего предка ящеротазовых и птицетазовых динозавров до сих пор не найдено. Все же обнаруженные скелеты, которые датируются в возрасте более 230 миллионов лет назад, принадлежат все-таки хищным динозаврам, по крайней мере судя по строению. А строение довольно простое, тяжелый по меркам поздних динозавров череп, очень упрощенный тазовый пояс, часто 5 пальцев на ногах и по 4, а то и 5 пальцев на руках, однотипное строение зубов и внезапно довольно гибкий хвост. При этом часто бывало так, что это довольно трудно понять, вот это отдельно взятый позвонок, он откуда, из хвоста или из шеи? С более поздними динозаврами таких проблем явно не возникает. И все-таки две главных фишки динозавров, по которым их сразу можно отличить от любого архозавра, а именно перья и развитая двуногость, существовали и обнаруживаются невооруженным взглядом уже на самых примитивных представителях. Можно долго перечислять самых первых представителей динозавров, но это не будет создавать смысловую нагрузку, название вы можете выучить и в Википедии. Главная проблема с первыми динозаврами довольно простая и при этом комплексная. Как и зачем они вообще появились? Да, вопрос зачем, вряд ли логично задавать эволюционному процессу, но так нам будет удобнее разобраться с причинами, которые сподвигли динозавров на рывок в развитии по сравнению с другими рептилиями того времени. В конце концов, динозавры как сферический объект в эволюционном вакууме раннего Триаса – штука довольно прорывная, но не единственная, которая могла бы щеголять кучи естественно отборных эволюционных фишек и гаджетов. Был еще вагон и маленькая тележка из ближайших родственников, а эволюционная борьба в те времена между ними выглядела как борьба родственников за кусочки нарезанного сервелата на похоронах троюродной сестры твоего бати. И этой троюродной сестрой оказались синапсиды, внезапно наши предки. Прежде чем заявить о неоспоримой превосходности первых динозавров над их современниками, наберем немного бэкграунда. На границе Палеозоя и Мезозоя случилось важное для данного видео событие пермтриасское вымирание. Это происшествие утянуло за собой около 80% всей живности на планете, хотя, конечно, в плане вымирания больше всего досталось насекомым, но речь-то не о них. Случилось самое важное для начала бурной эволюции событие. Огромное количество пространства было расчищено. А расчищено оно, между прочим, было от синапсидных ящеров, родственников наших предков, так сказать, потенциальных троюродных сестер. Да, была еще группа цинодонтов, которые были еще более прогрессивны, чем вымершие буквально вчера горганопсы, но существенного влияния на эволюцию ни они, ни их потомки не окажут до начала Эоцена. И, по сути, первые архозавры остались одни, лицом к лицу с сушеной пангеей, сниженным содержанием кислорода в атмосфере, измельчавшими насекомыми и остальными прелестными последствиями глобальной катастрофы планетарного масштаба. И, не применув ждать, целая группа до этого мелких ящерообразных начала рваться во все тяжкие, заполняя пустующие экологические ниши. Раньше всех смогли как раз таки сформироваться фитозавры, ровезухи, этозавры и динозавры с крокодилами. И если крокодилы в это время бегали по деревьям и жрали стрекоз, а фитозавры делали уж очень удачный косплей на уже на наших современных крокодилов, то вот ровезухи и динозавры занялись сушей по-серьезному. Ровезухи, как первые действительно мясоеды, начали специализироваться на крупных и медлительных дицинодонтах, благо их жило так много и везде, и не по одной сотне. В то же время ранг среднего хищника заняли псевдозухи, часто двуногие, но все равно неповоротливые хищники до 2-3 метров длиной. И ровезухов, и псевдозухов объединяло строение тазового пояса и вертлужной впадины. Оно позволяло привставать, иногда перемещаться на двух ногах, но не позволяло делать это постоянно, и в случае ровезухов из-за неудобного сустава не особо-то и получалось бегать. Хотя псевдозухи в плане бега тоже были не мастера, потому как их строение бедренного сустава не давало достаточной свободы ноге. Динозавры же из общей массы выделялись тем, что сустав у них напоминал сустав современных млекопитающих, то есть имел множество степеней свободы. При этом, учитывая наличие крупных хищников по сути везде, динозаврам такие ноги очень и очень сильно пригождались для того, чтобы и убежать, и догнать того, кто убежать не смог. Вот такое эволюционное преимущество, казалось бы, не может гарантировать тебе прям вот максимальных шансов на выживание. И да, здесь не только ноги сыграли свою роль. Оказывается, на твою эволюционную успешность может повлиять даже то, каким образом ты ходишь в туалет. И в случае динозавров все довольно интересно. Как вы можете помнить из видео про пермтриазское вымирание, очень многие зоны на Пангеи были сильно запустыненными, что мешало крупным ящерам перемещаться там и вести активную деятельность. К тому же часто случалось так, что после сезона дождей наступала сильная засуха. И если двоякодышащие рыбы нашли выход в образовании кокона и летней спячки в анабиозе, то для крупных равезухов такие места обитания, мягко говоря, не подходили. Ведь крупная добыча в таких местах не водится, да и далеко ходить, как мы поняли, они были не мастера. А вот всеобщий оппортунизм динозавров, которым добавилась экономичная двуногость, позволял покрывать в поисках пищи большие расстояния. Но как бы ты ни был крут, тебе все равно иногда нужно отвлекаться на то, чтобы сходить в туалет. И динозавры, как бы это тупо не звучало, были по части туалета просто гениальны в своей простоте. Видите ли, у поздних архозавров, ну, например, у птиц, выделение мочевой кислоты и вообще любых продуктов почечного обмена воды происходит в очень и очень концентрированном виде. То есть, как таковой, у динозавров просто не было мочи, а раз ее нет, то и нет потерь воды, которая вместе с ней уходит в никуда. А я напомню, дело происходит в пустыне. Добавим к этому чешуйчистый или перьевой покров и довольно маленькую относительную площадь тела, что препятствует испарению воды через кожу, и мы получим существо, которое может жить практически в любых условиях, разве что случится что-то, ну, совсем уж выходящее за рамки. Вот так умение бегать до посинения, экономить воду и заиметь перья сделала динозавров в конце триаса главной группой животных. Настолько главной, что куда более развитые цинодонты были забыты практически на 190 миллионов лет. А все потому, что для эволюции важно все, даже то, как ты ходишь по-маленькому.